Доброе время суток, дорогие дамы и господа! Сегодня я хотел бы сказать пару слов о том, что творческим людям свойственно предвидеть некоторые политические и социальные события. Не знаю почему, но как-то на днях мне вспомнился старый советский черно-белый детективный фильм «Мертвый сезон». Сделанный в 1968 году за железным занавесом, простите, я уж не помню точно, кто был режиссером и сценаристом, вы это сами можете найти на интернете. Но что интересно, в 1968 году прошлого века эти люди предвидели некоторые события нашей нынешней реальности. Для начала я покажу вам вот этот фрагмент из фильма «Мертвый сезон». Прошу! И все это уже предначертано в Святом Писании. И выйдет дым из кладеза бездны, и станет солнце мрачно, как лосеница, и луна сделается, как кровь, и станет вода полынью, и люди будут искать смерти, но не найдут ее. Разве можно остановить то, чему суждено случиться? Но разве не сказано в Писании, если я наведу на землю меч, и народ возьмет человека и поставит его стражем, и страж, увидев меч, не затрубит в трубу и не предостережет, кровь жертв невинных падет на его руки? Кто вы такой, Лонсилд? Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но мы живы в великом терпении, под ударами в темницах, без счастья и без гнания. Нас почитают обманщиками, но мы верны. А вы не боитесь, что я просто обращусь в полицию? Нет, я боюсь другого, вашей слабости, вашего малодушия. Я боюсь, что вы не решитесь, и тогда случится то, что сейчас еще можно предотвратить. У каждого человека в жизни наступает час, когда он должен выбрать, кому служить, Богу или дьяволу. И вот сейчас вы должны сделать этот выбор. Нет, не могу. Ну что ж, вы правы. Думайте о себе, о своем хлебе, а тем временем это может начаться. Каждый час, каждую минуту. И конец света это ничто по сравнению с тем, что ждет человечество. Потому что даже после конца света человек должен был сохранить свою бессмертную душу. А это оружие беспощадно. Оно лишит нас не только разума. Оно лишит нас души. Никто даже не поймет, что война уже началась. Просто люди один за другим будут превращаться в тихих животных. Готовых покорно выполнять чужую волю. Матери будут душить детей в колыбелях, дети убивать стариков. Никто не будет сознавать, что творит. Не правда ли похоже на наше время, а? Ну, начнем с того, что матери будут душить детей в колыбелях. Нет, сегодня, конечно, матери детей в колыбелях не душат. Хотя некоторые, кстати, душат. Но, например, речь идет об абортах. Простите, я не говорю, что я противник абортов или сторонник. Боже упаси, я тут вообще ни при чем. Но в 68-м году в большинстве христианских стран аборты были запрещены. Почему? Потому что считались грехом хуже, чем убийством. Убийством нерожденных. Еще раз говорю, здесь не имеет никакого значения мое личное мнение. А просто это общественное мнение, которым я с вами делюсь как историю. А насчет того, чтобы дети убивали стариков, это еще интереснее. В наше время в развитых экономических странах все больше и больше распространена так называемая эвтаназия. То есть добровольные уходы с жизни. Стариков пока что добровольно убивают. Причем как? Врачи говорят им, знаете, вы больны, у вас распадается головной мозг. Вы будете чувствовать себя все хуже и хуже. Так вот, почему бы нам не помочь вам уйти из жизни? А старички доверяют медицине, доверяют своим врачам. Они говорят, да, пожалуй, я убью. Зачем мне такая жизнь? Инъекция. И человек готов. Что тут начинается? Дети и внуки радуются. Делят наследство. Потом ссорятся друг с другом из-за наследства. Как стервятники после добычи. Но в любом случае это то, что происходит. И вообще очень многие люди не ведают, что творят. Но это ладно, это только одна часть. Теперь предоставим слово другому герою. Этого же фильма, где он рассказывает о планах так называемых элит на наше будущее. Как похоже на наши дни. Кстати, слава богу, что этот человек, который представлен в фильме, разумеется, как нацистский преступник, корень всех зол, не похож на немца. Честно говоря, надоело, что на немца пьешь от всех собак. Так что на немца он не похож, но говорит интересные вещи. Давайте послушаем. Это будет общество людей новой породы. Потому что стоит только вспрыснуть одну десятитысячную граммой рейдж самому неповоротливому человеческому существу, как оно мгновенно ощутит огромное интеллектуальное могущество. Вот вам и решение всех проблем. Нет больше ни богатых, ни бедных. Есть только элита, живущая в новом Эдеме, мыслители, поэты, ученые. Вы спросите, а кто же будет работать? Правильный вопрос. Молодчина. Работать будут представители неполноценных рас, прошедшие специальную психохимическую обработку на совершенно иных дозах. Причем на этом пути открываются возможности поистине сказочные. Перестаньте! Во-первых, эти люди по-своему совершенно счастливы, поскольку они начисто лишены памяти. Они отрезаны от какой бы то ни было информации извне. Ведь отчего люди страдают больше всего? От сравнения. Кто-то живет лучше, кто-то талантливее, кто-то богаче, кто-то могущественнее. А человек, прошедший психохимическую обработку, будет радоваться непрерывно. Радоваться, что его тепло, что помидор красный, что солнце светит, что ровно в два часа, что бы ни случилось, он получит свой питательный бобовый суп. А ночью женщину, при условии, если он будет прилежно трудиться. Ну, разве это не милосердно? А дальше Р.Эйч сможет постепенно создавать определенные типы служебного человека. Ну, так как это мудро сделала природа вулии, муравейники. Представьте, человек ткач, человек пекарь, человек шофер. Причем у него нет никаких других потребностей. Никакого комплекса неполноценности. Ну, нет же у Вала комплекса неполноценности от того, что он увол. Ну, увол, слава богу. Человек-робот ни о чем не думает. Всегда доволен. И он размножается, производит себе подобных. От человека-золотаря так же не может родиться человек-математика, как от кошки не может родиться слон. Исключено. Потому что влияние Р.Эйч затрагивает генетическую структуру человека. Вот что особенно важно. А вы говорите. Вот так. Между прочим, тенденция тоже есть. Все больше и больше людей становятся похожими на роботов. Я имею в виду на биороботов. И на животных. Живут в фанерной конуре, которую считают домом. Бедолаги не знают, как строили настоящие дома, в которых жили люди. Они покупают фанерную конуру себе. Платят банку бешеные деньги, совершенно немыслимые, которых эта конура не стоит. Горбатятся всю жизнь на этот банк. Ну, и ничем не интересуются, кроме денег. К тому же, все больше и больше людей сажаются на наркотики. И фактически превращаются в животных. С ними говоришь, но это все равно, что говорить с собакой или с кошкой. Заходишь к ним в дом. У них там бардак такой же, как у низкоорганизованных животных. У высокоорганизованных животных, кстати, чисто и аккуратно. А у этих, то ли как у каких-то крыс, то ли как у психов. А от некоторых даже и пахнет, как от животных. Вот куда, понимаете ли, мы пришли. Но не будем отчаиваться. Этот процесс, я надеюсь, все-таки не совсем необратимый. И, бог знает, может быть и это пройдет. По крайней мере, я вам этого желаю. И, кстати, поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом. Всего вам доброго.